В каком наряде выходила замуж невеста в Тамбове ровно 100 лет назад? Эксклюзивные атрибуты молодоженов и раритеты собрали в одной исторической экспозиции органы ЗАГС Тамбова. Предметы с вековой истории увидела Людмила Войтович. Это сегодня семья выходит из дворца бракосочетания. А ровно век назад факт создания семьи отмечался в церковной метрической книге. Сегодня их бережно хранят в экспозиции органов ЗАГС Тамбова. На гербовой бумаге записи сделаны чернилами, каллиграфическим почерком священнослужителей. В экспозиции более 50 уникальных предметов разных лет. Это медаль, которая вручалась жениху при регистрации брака. Это 1986 год. Кстати, медали вручались и при рождении ребенка с гравировкой, родившемуся на Тамбовской земле. На обратной стороне был изображен Иван Мичурин. У мальчиков были голубые медальки, у девочек розовые. Жемчужиной коллекции экскурсовод Галина назовет вот этот костюм. Свадебному наряду в этом году исполнилось ровно 100 лет. Он стал свидетелем истории нескольких поколений семьи Незнановых. Молодые познакомились, поженились, прожили 40 лет вместе. И вот у них была дочка и сын, и вот внучка сохранила вот это платье для музея. Смотря на это одеяние, Галина вспоминает и свое свадебное платье. Оно, кстати, очень похоже на это. Вот здесь у меня тоже были не кружево, а из ткани были рюши. И была вот такая юбка пелерина, тоже с рюшами. У меня была фата хризантемы, искусственные цветочки, вот по типу этих мелкие такие были, веночек. И фата, расшитые тоже хризантемами. Во времена дефицита, когда сложно было достать свадебные атрибуты, молодожен в ЗАГСе ждал подарок. В 80-х годах молодоженам, которые подали заявление в ЗАГС, давали приглашение в магазин «Лада». В Тамбове это был специализированный магазин для новобрачных. Будущие супруги могли приобрести аксессуары, обувь и костюмы импортного производства. За свадебными платьями, как правило, отправлялись в столицу и лишили на заказ. Экспозиция сохранит раритетный фотоаппарат и первую печатную машинку дворца бракосочетания. А в этом бархатном платье, расшитым бисером, регистратор Татьяна Сажнева будет объявлять молодоженов супругами. Коллекцию экспонатов экскурсовод Галина тоже решила пополнить своей памятью – цвета чайной розы. Это платье моей мамы. В детстве я наряжалась в него и возила даже в пионерский лагерь, где оно участвовало в постановке сказки «Золушка». В него была наряжена девочка, которая играла роль Золушки. Лучшие моменты современной церемонии сотрудники ЗАГС завещали увидеть потомкам через 50 лет. В юбилейный год сотрудники органов ЗАГСа сделали вот такую специальную капсулу времени. Сюда они сохранили пожелания и напутствие будущим потомкам. Из далекого прекрасного 2017-го мысленно протягиваем к вам руки и шлем вам добрые слова привета. И сегодня, вопреки шутке, что хорошее дело браком не назовут, сотрудники ЗАГСа регистрируют, пожалуй, самый важный институт – семью. Людмила Войтович, Олег Осипов, Олег Щербаков. Область новостей.